Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очень интересное видео. Это видео о следующем моём персонаже. Уже целый список моих персонажей, а он всё не заканчивается. И сегодняшним нашим гостем будет Мэри Норды. Тоже очень интересный человечек, как появилось, что у неё в конюшне, какие кони, какая история, какая суть вообще этого персонажа. И обязательно пороемся в её шкафу. Да, меня тут уже кто-то приветствует, но извините, меня сейчас не до этого. Значит, давайте начнём с предыстории. Мэри Норды. Девочка, приехавшая из Великобритании на Юрвик, дабы просто проведить время с лошадьми. Она не привязана никакому конному спорту, не увлекается именно соревновательной деятельностью, а просто любит ухаживать за лошадьми в конюшне Фергрови, кататься на своих лошадках по лесным окрестностям. Ну и также, кстати, умудрилась стать гостем в диких лесах, где обитают лохматики, то бишь дикие лошади Юрвика. Вот, так что, в принципе, удивительно, что девочка, которая приехала из Великобритании, не является заядлым конным спортсменом. Да, именно, кстати, поэтому она и покинула родные места, потому что там родители хотели её принудить участвовать в каких-то соревнованиях, будь то конкур, выстка или троеборье. Но она сказала, что нет, я не хочу, я хочу отправиться на Юрвик и просто заниматься с лошадьми на Юрвике. И, ну, я, кстати, только сейчас об этом подумала, она отправила заявку, по-моему, в какую-то конную академию или в лесничество вообще. И как раз вот путём того, что её взяли, она уже взрослая достаточно, она то ли студентка была, то ли уже закончена, нет, она студентка, по-моему, вот, её взяли на работу в лесничество. И она как раз сюда приехала, ей нравилось, что лесничие здесь активно проводят свою работу и время с лошадьми. И именно поэтому Юрвик стал для неё вторым домом. Она, конечно, иногда скучает по родителям, по всей своей семье, которая осталась в Великобритании, но отсюда уезжать точно не планирует и хочет оставаться на Юрвике до конца жизни, по крайней мере, планирует. Любимая порода, породы Мэри, это все почти лошади, кто слегка тяжики с лохматой гривой. Это хофлингеры и финская лошадка. Да, она, кстати, очень любит финскую лошадь. Пока что в её конюшне есть только вот эта ауропай лошадка у неё, но, возможно, потом она купит себе ещё парочку финских лошадей. И также я уверена, что когда обновят хофлингеров, она и обновлённых хофлингеров себе прикупит. Вот. Любимый тип седла у этой девочки вестернский, потому что она чаще всего, как я уже говорила, любит кататься по лесам. И никакой речи о спорте вообще нету. У неё, конечно, обязательно, у неё присутствует в конюшне, вот у меня даже с собой здесь лежит, вальтрап, седло, уздечку, правда, я и вот такую купила, нагавки, всё это есть. Также есть басал. То есть она, у неё всё есть, у неё всё есть, и большего ей не надо. А вот уздечка ещё обычная есть, грецкого ореха цвета. Если надо будет, она, конечно же, оденет свои строгие седло, уздечку и вальтрап и отправится потренировать своих лошадок. Но чаще всего она всё-таки катается вот в таком вот достаточно простеньком виде. И да, я думаю, к этой минуте кто-то уже должен был бы заметить, но у этого персонажа тоже есть лайв. Да, да, я удивительный, ненормальный, сумасшедший, который покупает своим дополнительным аккаунтом лайв. Но только благодаря этому этот персонаж может жить именно в своей среде родной, то бишь в деревне Фергрови. Она, по-моему, ещё не открыла себе Мистфол и Деколесье, но по истории она там постоянно живёт, катается, работает. И вот весь восточный полуостров это постоянное место пребывания. Да, так что да. Сейчас, кстати, у неё полторы тысячи СК. Да, да, да. Я ей пока не планирую никого покупать. Почему? Я жду обновлённых хаффлингеров. Неважно, сколько времени пройдёт, я хочу, чтобы, когда их обновили, Мэри смогла себе купить одного хаффлингера прям сходу сразу. И чтобы был ещё какой-то остаток. Так что давайте теперь мы, наконец-то, уже пройдём в конюшню и посмотрим, какие же тайны хранят её английский шкаф. Назовём его так. Очень непривычная у неё началочка. Когда я создавала этого персонажа, я ещё руководствовалась тем, я не хотела повторения началок. Поэтому у всех моих персонажей начальные лошадки абсолютно разные. И у меня ни разу не было вот этой пегой лошади. Казалось бы, которую надо было, наверное, сделать хине, девочке-индейцу. Я её решила сделать для Мэри. И я думала, на самом деле, чтобы ледяную радость переделать, но она мне так нравится, она ещё в таком разовом недоустке. И я решила, а ладно, пусть она стоит, пусть живёт в конюшенке, и я даже не буду её трогать. Персонаж крутой. У него есть бесплатная лошадь дня рождения. И, по-моему, все плюшки с дня рождения, кроме комплекта ЗСК. ЗСК, потому что тогда у неё ещё не было лайфа. И вот как раз я ей купила одну ахалтикинскую старую лошадку первого поколения. А, да, то есть у неё было около двух тысяч, видимо, СК, раз я смогла купить ей ахалтикинца. Но я купила только из-за масти, просто чтобы у неё было. И это будет не последняя, кстати, лошадь у неё первого поколения. Вот, и как видите, тут нету ни одной прокачанной до конца лошади кокосовый дружок Хафлингер. Он докачан до десятого уровня, а в Рапай до двенадцатого, а все остальные вот единички и началочка шестого уровня. Первой покупной лошадью у неё стал кокосовый дружок. Это Хафлингер, с которым она очень хорошо смотрится. Прям парочка ещё туда. Кокосовый дружок очень спокоен, но при этом такой, он вечно обеспокоенный. То есть он не слишком игривый, не слишком трусливый. Но если есть возможность побеспокоиться, знаете, как заботливая мамочка. То есть, а давай мы поедем по вот этой тёмной тропинке. Он будет стоять и сомневаться, что хозяюшка, может быть, не надо. Давай, может быть, по другой дороге поедем. То есть вот такое а-ля сомнение в глазах, но при этом не трусость. То есть если хозяйка сделала выбор, и даже если его этот выбор смущает, он всё равно доверится Мэри и будет следовать за ней, ой, куда угодно, хоть на край света. Так что вот такой вот мальчик у нас. И я даже предполагаю, что это не последний её Хафлингер второго поколения. Но согласитесь, ей идут Хафлингеры, ей идут финские лошадки со светлой гривой. И, кстати, да, Аурапай была куплена, потому что она похожа на Хафлингера. Я не дождалась и всё-таки его купила. Вот. Потом вот ванильное цветение, ахалтикинское, я уже сказала, было куплено просто потому, что она ей подходит. Они хорошо смотрятся, они хорошо сочетаются. И я считаю, что вообще у каждого персонажа, если есть возможность, должна в конюшне находиться хотя бы одна лошадь. Хотя бы одна начальная лошадка первого поколения. Просто чтобы это была память. Для кого-то воспоминания, а для кого-то редкостью, которую больше нельзя будет купить. Вот хотя бы одну. Ну и следующая лошадка это ночная сказка. Лохматик подарочного дня рождения. Стоит здесь в конюшне просто для красоты, просто для места. Изначально он стоял на пастбище, по-моему, но я его решила оттуда перетащить, чтобы пастбище было девственно чистым. Наверное, так можно сказать. Планов на ночную сказку у меня никаких вот на этом персонаже нету. Она ей не подходит, но продавать, разумеется, я этот драгоценный кусочек счастья лохматый не буду. Иначе я потом буду долго об этом живеть. Да, из питомцев, если вы заметили, у нее также есть вот этот лисенок. Но это календарь новогодний, поэтому от халявы никто никогда не отказывается. Не знаю даже, когда заполнится у нее эта вся конюшня. Но чувствую, что это будут как раз вот хафлингеры новые, старые, финские. Я даже представить сейчас не могу, какая бы порода еще бы подошла Мэри на будущее, которую могли бы обновить. На удивление, я не хочу и покупать исландцев. Я раньше, может быть, еще и предполагала, что они будут у нее в конюшне. Но сейчас я смотрю и я понимаю, что исландца у нее в конюшне не будет вообще. Да, если кто не знал, то на всех своих дополнительных своих персонажей я покупаю только тех лошадей, которых я вижу с этим персонажем. Не как на основу все подряд. Итак, ну давайте посмотрим уже шкаф. Как видите, тут уже что-то поднакопилось. И немало. Здесь очень много кофточек по кодам, дня рождения. Да, этот персонаж даже застал Джо Джо Сиву. Я в шоке. Мне казалось, Мэри была создана намного позже, чем появилась Джо Джо Сива. То есть она примерно наравне с Элизабет и Аникой появилась у меня в игре. Да, у нее тут очень много украшений, шляпочки за коды, шляпочки Джо Джо Сива за задания, за всякие праздники. То есть у нее потихонечку заполняется только первая страничка, все остальное это пусто. Но тем не менее, кстати, ей пока что есть что одеть. А, нет, стоп. Ей был куплен... Я ей купила, по-моему, сапоги. Перчатки, по-моему, за задание. Ну-ка, перчатки. А, нет, перчатки куплены, судя по всему. А, да. Вот, у меня нету шиллингов. Перчатки я ей купила. Сапоги, по-моему, тоже. Или нет? Может быть и купила. Вот шлем. Мне пока на шлем денег не хватает. Я и новый шлем не покупала. Шлем у нее старенький, черненький. Но характеристики намного лучше, чем вот у всех остальных головных уборов. Дальше идем в снаряжение. Снаряжений у нее тоже не особо много. Буквально штучек 6-7, точнее, сумок. Все за коды, ни одного не купленного, за одно за задание. У нее есть разные украшения тоже. Это все коды, дни рождения, праздники. Неужели я ей когда-то купила эти нагавки? Зачем, не понимаю. Сейчас они мне не нравятся, но ладно. Что это еще? А, потом день фортуны 18-го года. 18-го года! Это ж когда была Джи Джи Сива? Восьмой день рождения Стар Стейбл. Она застала, у нее все это есть. А Джи Джи Сива в каком году была? В 17-м, видимо. Поход, а по-моему, в 17-м. То есть, видите, персонаж достаточно уже старенький. 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 2-й. Ей 5 лет, по-моему. И я только в этом году, в 22-м, ей купила Лайв. Буквально, кстати, за неделю до невозможности покупать, в принципе, ничего. То есть, она, кстати, по-моему, была последним персонажем. Или нет? Или предпоследним? Ну, она главная счастливец. Она может жить, существовать в ССО и радовать меня своей историей и своей жизнью. Из питомцев у нее есть стаканчик праздника Джо Джо Сива, волшебный соломенный козлик, шарик десятилетия, потом и плюшевая лошадка, это с радужного праздника, это заданки у нас были с лесничьими, это 8-й день рождения Старстейбл и кролик на день рождения. И лисенок зимний календарь. Все, больше у нее ничего нет. Ну, вещи тут смотреть нету смысла. Тут всякие вещи, которые тоже давали календарь. Это задание, потом задний день рождения, Хэллоуин, Новый Год и все. И больше пока что у нее абсолютно ничего нету. Вот такой вот персонаж. Он еще не развит, она всего лишь 11 уровня. Да и я пока, кстати, не вижу смысла ее куда-то сильно качать. Почему? У нее очень мало мест, в которых бы я могла ее развивать. Может быть, кстати, вот появится ипподром, я с ней начну как-то активно какую-то деятельность сделать, может быть, она там будет заниматься. Ну, я же говорю, этот персонаж не любит манежи, не любит соревнования, именно жесткую выездку, конкурт, трейборья. Она вот именно просто любит жить вот в этом кусочке зелени. И, как вы видите, по количеству заданий она и Ерлхейм-то не особо любит. То есть, если бы даже как-то Вейлдол был бы, может быть, чуть-чуть получше, как-то помасштабнее, она бы, наверное, там жила, но она решила вообще уйти в горы и обитает, точнее, извините, живет, проживает в деревушке Фергрови. Ее здесь все полюбили, ее здесь все знают. Вот, и вообще все не против, что к ней вот приехала жить такая новая девочка. Да. Так что, в планах больше ничего нету с ней, кроме как периодически ее играть. Может быть, она будет потом участвовать в каких-то видеосериалах, если я их когда-нибудь начну снимать. Ну, а лайф ей уже покупать не нужно, потому что он у нее уже куплен. Самый большой план на нее уже выполнен. Вот, так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам было приятно познакомиться с этим персонажем Мэри Нордей. Я надеюсь, вам еще будет интересно потом когда-нибудь увидеть, что в итоге у нее происходит в жизни, там, разрослась ли у нее конюшня. Но я думаю, это будет совсем не скоро, может быть, года через два. Вот. Так что можете пока просто сидеть и ожидать следующего видео по персонажам. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И хороших вам уютных конюшен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова